МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пресс-конференция посвящена правилам ношения формы в учреждениях образования. Мы продолжаем проводить пресс-конференции по темам волнующих общества. Регулярно к нам поступают вопросы о том, как должна выглядеть школьная форма, каким должен быть внешний вид школьников. Это касается не только единой школьной формы, но и ношения религиозной одежды и атрибутики. Болтах, рыптон, риген, дегтогл, ахпарат, тэбэгун, гонахтарм из береда, гонахтарм из датан, с рыботеек. Казахстан Республикасы білем және әғылым вице-министры Эльмира Амангелдіғызы Сухамбердиева. Казахстан Республикасы әтлет вице-министры Зәуреш Хамит Кызы Баймолдина. Казахстан Республикасы діністер және азаматты қоғам министерлегі діністер комитетінің тұрағасы ғалым Нұрмағамбетлы Шойкин. Күрметті қонақтар қош келіңіздер. Эльмира Амангелдіғызы Сөз кезе көзіңізде. Қарымқатына жасауға кен мүмкіндіктер жасайтын алға тартып отыр. Көпшілік арасында мектеп формасына қатысты оң көзғарас қалыптасқан. Көп балалы және аз қамтылған отбасы балалары мектеп формаларын демеушілердің және білім қорынан бөлінген қаражат есебінен тегін қамтылады. Сонымен қатар мектепке жол акция саясында 318 мүм оқышыға 2 миллиард тенге көлемінде материалды көмек көсетілді. Оның ішінде мектеп формасы және спорттық кейімдер. Дегенмен, сонғы жылдары білім беру үйімдарында оқышылардың діне үлгідегі кейім қою мәселесі жие кездесіп бастады. Қазақстан Республикасында заңдарында келесі баптар бектілген. Қазақстанда білім беру жүйесі зайырлы болып табылады. Қазақстан Республикасы білім беру туралы заңы үшінші бабы. Білім беру және тәрбейлі жүрінсі дүн мен діне бірлестіктердің бөлінген және зайырлы сипатта болады. Қазақстан Республикасында діне қызмет және діне бірлестіктер туралы заңы. Бұл мектептерде кезгелген дүнді тікеле немесе жаннама түрде насихаттауға жол берілмейтін білдіреді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы білім және ғылым министерлігін 2016 жылғы 14-ші қантардағы нөмірі 26 бүйіріғімен мектеп формасына байланысты біріңғай ереже еңгізілді. Осыған орай барлық мемлекеттік білім беру емдарында еліміздің заннамаларына сәйкес белінген ережелер орындалу тиіс. Мүндетті мектеп формасы қофта, көкірекше, шал бар, жейде, күнделікті күйге көйлек, юпқа, классикалық қыздарға арналған жейдеден қысқы мерзімге три картаждағы көкірекше Сарафан Бадаласқа құралады. Олдар мен қыздарға шал бар күйге рұқсат етеді, бірақ ол қысқа болмау қажет. Діни атрибуттарды кейім және бас кейім үлгілерінің күйге жол берілмейді, бұған дейінгеді ұрқсат берілмеген. Белгінген кейім үлгісін сақтау талаптарды елімізде қабылданған зайырлық, тен қоқылық қағидаттарына негізделген мемлекет құраларсына сәйкес. Бұл зан нормалары барлық конфессиялар мен этностар үшін бірдей болып табылады. Сондаяқ ережелер оқушылардың діни бостандығын сабақтан тұсы уақыттарда шектелмейді. Діні кімдерді күйге тім салу тік бұлым іюндарның шынде қанакулданап мігтептен шырлірде құшын жоғалтада. Уважаемые коллеги, сегодня у нас, как вы видите, три государственных органа. Министерство образования, Министерство юстиции, Министерство по делам религии. Мы собрали сегодня всех по тому вопросу, как очень много председателей родительских комитетов всей нашей республики поступают с многочисленными вопросами. Сейчас в Министерство образования поступает огромное количество, сейчас более 5000 обращений уже перевалило, поэтому мы сегодня решили собрать всех и ответить на все интересующие вас вопросы. На сегодняшний день вопрос внедрения обязательной школьной формы является актуальным. Единая школьная форма создает в школе деловую атмосферу. Школьные психологи и педагоги отмечают, что ношение школьной формы создает равные возможности и делает учащимся все более толерантными. Ученики считают, что форма их вместе делает равной для всех и в принципе не ограничивает свободу их действий. Среди большинства из них сложилось позитивное мнение о школьной форме. Учащиеся из малообеспеченных семей и многодетных получают форму бесплатно за счет средств всеобучия и фирм, занимающихся пошивом одежды и спонсоров. Кроме того, в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» более 318 тысяч детей получили материальную помощь, школьную и спортивную форму на общую сумму более 2 миллиардов тенге. Однако в последние годы учреждения образования сталкиваются с проблемой ношения учащимися предметов религиозной одежды. В законах Республики Казахстан утверждается, что система образования в Казахстане носит светский характер в статье 3 Закона Республики Казахстан об образовании. Система образования отделена от религий и религиозных объединений и носит светский характер Закона Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях. То есть прямая или косвенная пропаганда той или иной религии в светских школах недопустима. В этой связи Министерство образования и науки Республики Казахстан приказом номер 26 от 14 января 2016 года внедрило единые правила для школьной формы, согласно которым в стенах государственных учреждений образования необходимо придерживаться определенных правил в соответствии с законодательством нашей страны. Согласно им же, школьная форма включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, тенниски, юбки, брюки, классические блузы, в зимний период трикотажный жилет, сарафан, водолазку, кофты, брюки для мальчиков и девочек, свободного кроя, по длине обязательно закрывают щиколотки ног. Ношение религиозной атрибутики одежды, головных уборов, ермоки, хиджаба и т.д. не допускается и не допускалось ранее. Требования о соблюдении установленной формы одежды соответствуют принципу государственного устройства нашей страны. Указанные нормы законодательства являются едиными для всех представителей конфессий и этносов. При этом правила не ограничивают права учащихся на свободу религиозного воздрения. Запрет на ношение религиозной одежды распространяется только внутри организации образований и не действует за их пределами. Спасибо. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Я бы, во-первых, хотела сказать о том, что позиция Министерства образования и науки является юридически правильной и основывается на нормах Конституции, которая, вы знаете, была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года. Что это означает? Почему я подчеркиваю, что именно на всенародном референдуме, республиканском референдуме? Это означает, что мы, народ Казахстана, добровольно волей изъявили на то, что у нас будет действовать основной закон в стране и что мы нормам этого основного закона все будем подчиняться, будем соблюдать и исполнять. Конституция нашей страны в статье 1 указывает на то, что республика Казахстан утверждает себя светским государством. Соответственно, светский характер образования является одним из основных принципов государственной политики. Аналогичная норма, как уже вот сказала коллега моя, действует и в законе о образовании. При этом в законе о религиозной деятельности и религиозных объединениях, а именно в пункте 4 статьи 3 указывается на то, что система образования и воспитания в республике Казахстан за исключением духовных, религиозных организаций и образования отделена от религии и религиозных объединений и носит светский характер. Таким образом, в нашей стране система образования, за исключением только, как я сказала, духовных и религиозных организаций, отделена от религии. Соответственно, мы говорим о цветскости образования в стране в целом. При этом, конечно же, устанавливаются определенные взаимоотношения между администрацией учебных заведений и обучающимися, а также включая в том числе и формы одежды обучающихся. Обучающиеся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, обязаны выполнять другие требования, предусмотренные уставом организации образования и договором о предоставлении образовательных услуг. В том числе, закон в статье 47, я имею в виду закон об образовании, говорит о том, что обучающиеся обязаны соблюдать форму одежды, установленную в организации образования. Соответственно, на основе этой нормы Министерство образования и науки приняло приказ. Поэтому те требования, которые предусмотрены в школьных организациях, предъявляемые к форме школьной, являются конституционными и, соответственно, принятые на основе этих конституционных норм, действующие в стране законы и подзаконные акты, соответствуют этим конституционным нормам. В то же время, можно сказать о том, что Конституция у нас одновременно предусматривает, что каждый имеет право на свободу совести. Государство гарантирует невмешательство в воспитание ребенка, основанное на религиозном мировоззрении родителей или лиц их замещающих. Это у нас прямо предусмотрено законом о правах ребенка. Но в то же время мы говорим о том, что статья 22 Конституции устанавливает, что осуществление права на свободу совести не должно ограничивать, обуславливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством. То есть никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан. Отсюда Министерство юстиции, когда осуществляло юридическую экспертизу приказа Министерства образования и науки, поступившие к нам, основываясь на этих конституционных нормах и нормах других законов, пришла к выводу о том, что соответствует праву нашего Казахстана, законам нашего Казахстана этот приказ, и, соответственно, соблюдение формы одежды нельзя рассматривать как нарушение права на свободу совести. Таким образом, приказ Министерства образования и науки был зарегистрирован в Министерстве юстиции. И, соответственно, все обучающиеся в средних учебных заведениях обязаны придерживаться этих требований. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Следующее слово, Галман Нурмагомедович, пожалуйста. Как и любая другая проблема, которая затрагивает религиозное чувство верующих, вообще в целом вопрос ношения религиозной символики и элементов религиозной одежды требует себе очень деликатного, взвешенного подхода со стороны всего общества, как верующих, так и других групп нашего общества. Хотелось бы акцентировать ваше внимание о том, что сегодня в нашей стране государством уделяется особое внимание процессу образования наших граждан, поскольку через систему образования закладывается будущее всего нашего общества. Сегодняшние школьники завтра будут определять будущее страны, какие мы сегодня заложим в них ценности, таким будет и наше государство. В этой связи, на наш взгляд, очень важно, чтобы дети в период получения знаний школьного воспитания были свободны от каких-либо религиозных рамок, запретов и условностей. Дети должны быть максимально открыты для получения широкого спектра знаний, для возможности общения с представителями различных культур и мировоззрений. В последующем, после завершения учебы в школе, молодежь самостоятельно может выбрать свой путь либо строгого следования той или иной религии, либо выбрать светский путь развития. Мы полагаем, что именно такой путь развития детей и нашей молодежи будет максимально способствовать построению процветающего и просвещенного общества, правового и демократического государства в Казахстане. Очень важно понимать, что светское устройство нашего государства защищает интересы всех граждан нашей страны и независимо от религиозных или иных социально-культурных и других различий. Поэтому мы просим верующих граждан нашей страны придерживаться сдержанной позиции по данному вопросу и соблюдать нормы законодательства нашей страны. В целом, сегодня в нашей стране созданы все условия для свободы вероисповедания. Каждый гражданин республики Казахстана имеет право придерживаться собственной религии либо не придерживаться никакой вероубеждения. В стране свободно и открыто действует более 3,5 тысяч религиозных объединений, которые представляют 18 конфессий, и все они равны в правах. Сегодня государство создает условия для того, чтобы они могли совершать свои религиозные ритуалы. У нас действует более 3,5 тысяч культовых учреждений. В целом, при всем этом, помимо прав, надо знать о том, что вне зависимости от вероисповедания, каждый гражданин имеет еще и обязанности, в числе которых самым главным, наверное, является соблюдение Конституции и законов нашей страны. Предверяя ваши вопросы, уважаемые журналисты, я хотел бы отметить о том, что и религиозные объединения нашей страны, которые официально действуют в нашей стране, зарегистрированы. Они также, как и другие члены гражданского общества, поддерживают соблюдение законов и Конституции нашей страны. Более того, при прохождении регистрации, религиозные объединения взяли на себя обязанности соблюдать законодательство нашей страны. Граждане верующие наши люди, так же, как и все граждане нашей страны, равно должны соблюдать и строго следовать общепринятым нашей стране законам. Я хотел бы отметить о том, что Духовное управление мусульман Казахстана так же неоднократно уже выражало свою позицию. Как вы знаете, этот вопрос уже неоднократно обсуждался и поднимался и среди общественности. Тем не менее, Духовное управление мусульман Казахстана в своих позициях отмечает о том, что следование законам нашей страны так же является обязанностью верующих граждан. Я хотел бы дополнить о том, что Духовное управление мусульман Казахстана так же поддерживает позицию государства в том, что первичным является все-таки задача получения нашей молодежи качественного образования. Поэтому в своих позициях они неоднократно отмечали о том, что верующие граждане должны создавать условия, то есть родители должны создавать условия, все условия для того, чтобы в первую очередь дети получили качественное образование и родители обязаны создавать для этого условия. Во-вторых, Духовное управление мусульман Казахстана так же отмечало в своих позициях о том, что в целом в традициях казахского общества никогда не было ношения черной одежды, в частности, девушками, молодыми девушками школьного возраста. Поэтому они также рекомендовали соблюдать обычаи и традиции нашего казахского народа, которые отличаются своей демократичностью и толерантностью. Я хотел бы акцентировать ваше также внимание на том, что и другие религиозные объединения, в том числе и православная церковь, также и для других организаций крупнейших, действующих в нашей стране, также призывают граждан соблюдать законодательство в сфере религии и в целом законы нашей страны, в том числе требования, которые предъявляет Министерство образования к школьной форме. Спасибо за внимание. Редакция ЛС. Какую реакцию Вы ожидаете от общественности в регионах на запрет на ношение религиозной одежды и атрибутики? И вот, пожалуйста, на этот вопрос ответьте. Спасибо. Спасибо большое. Мы именно, вот почему сегодня я уже неоднократно, уважаемые журналисты, подчеркивала, что сегодня мы собрались три государственных органа для того, чтобы озвучить позицию государства, и потому что действительно общественность выходила на нас с неоднократными просьбами и обращениями, поэтому мы сегодня собрали всех, чтобы поставить все точки над «и» и именно по запросу родительских комитетов нашей страны. Вы знаете, что неоднократно родители детей, которых в атрибутике религиозной одежды приводили в школу, были неоднократные конфликты, несмотря на то, что в школах прописаны, есть уставы, вы знаете, положение, где четко черным по белому написано о том, что ношение религиозной атрибутики в школы не допускается. Поэтому мы сегодня ожидаем, естественно, очень хорошего отношения, так как родители сами вышли к нам с предложением, чтобы мы четко озвучили позицию вот нескольких государственных органов. Поэтому мы сегодня с вами и готовы ответить на ваши вопросы. Хотелось бы дополнить в той части, что это не введение нового запрета. Это требование существовало давно. То есть я хочу сказать о том, что просто некоторые в данном случае не хотят или сознательно, или неумышленно, то есть несознательно, просто в силу незнания законодательных норм нарушали эти требования. Теперь же, когда мы вернулись, в принципе, к обязательности школьной формы, просто этот вопрос приобрел свою остроту. То есть это требование у нас всегда было. Запрет на ношение какой-либо религиозной атрибутики в средних учебных заведениях. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, Казанформа в очереди. Прошу прощения, Касправда. Касправда. В случае же, если все же ученик продолжает ходить в религиозной форме, предусмотрены ли меры воздействия на этого ребенка, либо на его родителей? Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас вообще, я как уже подчеркивала, во всех школах нашей страны везде прописаны уставы, школы, которые приняты, где неукоснительно соблюдаются все пункты этого устава, где там прописано, и это было уже давно. Вот сейчас Завриш Хамитин очень правильно заметила, так как у нас в последнее время просто участились. До этого такой остроты этот вопрос не вызывал. Если ребенок приходит в ношении, значит, в атрибутике религиозной одежды, ему, его родителям, естественно, и ребенку, его родителям делается замечание. И если ребенка привели в школу, мне вот задавали такой вопрос, вот пришел ребенок в школу, несмотря ни на что он нарушает, вы что, ребенка будете выгонять? Конечно, мы его выгонять не будем, мы его посадим. Естественно, мы пригласим родителей, чтобы родители приехали, сняли там определенную эту атрибутику, и ребенок дальше будет сидеть заниматься, потому что это стена школы, естественно, никто не имеет права. А если это будет второй раз, третий или пятый, неоднократно, то, естественно, ребенка заведут в школу, и он будет ждать родителей. Мы еще раз подчеркиваем, ребенок зашел в школу, он может снять атрибутику, посидеть в школе. После того, как он переступил порог школы, он может обратно его одеть. Поэтому здесь, я думаю, что мы никому морального ущерба не наносим. Спасибо. Спасибо. Есть ли дополнения? Нет? Спасибо. Единственное, я только хотелось бы отметить одно обстоятельство, что у нас Конституция говорит о том, что брак, семья, отцовство и детство находятся под защитой государства. То есть, потому-то и принят даже отдельный закон о правах ребенка. То есть, государство, исходя из той политики, которую она строит, обеспечивает защиту ребенка, в том числе и в случаях, когда имеют со стороны родителей либо опекунов-попечителей неправомерной действий в отношении этого ребенка. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста, мы продолжаем. Казахстан. Казахстан. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос в очереди. Хабар, пожалуйста. Хабар, Арнасы. Ердовлет Пайдулай. Продолжение следует. Спасибо. 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 Судебная практика. Судебная практика. Спасибо. 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 Судебная практика. Спасибо. Еще один вопрос. Вот бывает часто где-то там в регионах случаи, когда дети, которые приходят с религиозной атрибутикой в школу, их просто выгоняют из школы. Как-то учителя либо руководство школы как-то наказывают не совсем правомерными способами. И в МОНРК разработаны ли бы какие-либо правила, чтобы впредь не допускать этого? Может быть там провозители с педагогами какие-то, какую-то беседу, может быть требования есть у вас какие-либо? Спасибо. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Но я начну сразу с такого острого вопроса о том, что вот я уже говорила, вот у нас пока жалобы на то, что ребенка выгоняют и не допустили до занятий вот из-за атрибутов религиозной одежды, такого еще не было. Но в любом случае вот после вашего вопроса мы еще раз проведем, значит доведем до всех отделов образования, департаментов образования о том, что естественно ребенка со школьного процесса никто выгнать не может. Юридически это закреплено, вот как сегодня еще коллега сказала, что у нас были обращения в суды и выиграло государство о том, что ребенка, ну мы предупреждаем один раз, второй раз, третий раз, в следующий раз никто нарушать конечно не позволит. Мы дождемся родителя и ребенка передадим лично родителям в руки для того, чтобы они могли сами снять, никто не может у ребенка там отобрать или вырвать или как-то снять, но в любом случае они дождутся родители, присутствие родителей. Родитель после того, как снимет эту атрибутику, ребенок может продолжать занятие. Для того, чтобы выгнать такого мы никогда не допустим, еще раз после этого вопроса мы акцентировать будем внимание, пригласим и доведем до всех отделов образования это обязательно вот именно вот этот ваш вопрос. О том, что мы сейчас говорим, по детским садам у нас такого вопроса не возникало, мы сейчас говорим только о среднем образовании, то бишь школы наши, все школы образования. У нас сейчас вот вопрос, когда родительские комитеты было обращение, у нас в основном это касалось школ и колледжей, там, где у нас приняты уставы, где у нас уже полностью там черным по белым прописано, поэтому у нас идет. У нас в вузах пока такого вопроса не возникало, у нас ректора, причем жаловаться там уже более взрослые люди, и поэтому есть свобода выбора. У нас сейчас вопрос стоит только по средним школам, потому что в садах такого у нас еще не было. У нас вопрос, если вот сейчас вот издавали, сколько было раньше, коллега, брын, біздер жүш бесеу былса, казар біздер жүш мені нас там девайты айта геттым бой, сонук там балларны саны көбе геннэгин, а таналардың жалпы сурактарым бойынша біздер бүгін жинау бутырмыс. Если позвольте, я допомню. Пожалуйста. Я хотел бы отметить, еще раз подчеркнуть, что в этой работе очень важна разъяснительная работа, то есть мы полагаем, что нужно вести беседу с родителями, в первую очередь детей, которые носят религиозную одежду. Такая работа государственными органами совместно с религиозными объединениями проводится, есть определенные результаты. Я хочу пример привести, вот если по АТРАУ. В 2015 году было 315 случаев, когда дети ходили в хиджабах в школу, то сегодня в результате проводимой работы государственных органов религиозных объединений осталось всего лишь 113 детей. При этом работа продолжается, и я бы отметил о том, что в целом очень важно, еще раз хочу подчеркнуть, не принимая каких-то радикальных мер, все-таки попытаться дойти до каждого родителя, разъяснить, объяснить. Я думаю, что это наиболее оптимальный путь решения этой проблемы. Также хотел отметить о том, что в целом из общей доли количества детей, которые сегодня обучаются в школах, в случае ношения религиозной одежды это всего лишь очень маленькая доля. Допустим, если мы говорим о том, что сегодня хиджабы носят, например, не менее чем тысячи человек, то в общем количестве учащихся это, наверное, тоже очень-очень маленькая цифра. И мы сегодня предлагаем все усилия для того, чтобы в целом довести до родителей все требования наших государственных органов и законодательства. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос к вице-министру образования. Воспользоваться хотели бы случаем тоже задать не менее актуальный вопрос на сегодня. Это тема поборов в школе. Сегодня, буквально вчера, эта тема обсуждалась в соцсетях, сам Исикешев ответил на заявление некоторых родителей о том, что лично доберется с каждой школы и выяснить этот момент. Как в МОНИ решается этот вопрос? Вот ваши действия на сегодня. Ответите. Спасибо большое. У нас приказом министра утверждены положения о том, что запрет на всякого вида сборах в школах. Он действует давно. Это был не первый уже приказ. И он доведен до всех отделов и департаментов образования. Мы достаточно жестко держимся политики никаких сборов средств. Но бывают случаи, когда нарушается на местах. Мы местным исполнительным органам совместно всех акиматов городов Алматы и Астана доводим до сведения и принимаем достаточно жесткие меры ко всем тем фактам, когда происходят поборы. Поэтому мы руку на пульсе держим и всегда на этой стороне мы вместе с родителями выступаем категорически против этого. По приказу, значит, по приказу министра о запрете сборов у нас и есть внутри каждый департамент образования каждой области городов Алматы и Астаны нам свои приказы добавило. Мы рассматриваем, конечно, дисциплинарно, вплоть до уволнения учителей, допустившись с поборой. Спасибо. Уважаемые коллеги, в ваших вопросах мы проще не придерживаться заданной темы. Пожалуйста, следующий вопрос. Возвращаясь к теме ношения хиджабов, хотелось бы уточнить, а как в обратной ситуации, когда родители забирают детей, которым запрещают появляться в школе в религиозной одежде, как защищаются дети в таких случаях, если родители не пускают детей в школу? Вы хотите, что те родители, которые не пускают своих детей в школу? Вы знаете, что у нас все обучь, мы контролируем каждого ребенка и поэтому у нас ведется перепись. Поэтому все дети, находящиеся на микроучастке школы, обязаны ее посещать 100%. У нас в данном случае по всему Казахстану у нас выявлено было несколько случаев. Это когда родители приехали и не могли устроиться в школу. Мы в течение 15 дней ребенка определили. Были вопросы по болезни ребенка, мы определили его на обучение по дому. И у нас был еще один вопрос как раз в религиозной форме. Но там мы с родителями переговорили и ребенок был возвращен в школу. Поэтому, как сегодня уже наши коллеги сказали, действительно мы должны вместе с вами, уважаемые журналисты, работать над этим вопросом и внушать этим родителям, что школа прежде всего это качественное образование. А потом, когда уже ребенок будет совершеннолетний, он будет сам решать. Я думаю, что он и родителям может сказать, в данном случае мы должны защищать все права ребенка согласно конвенции о правах ребенка. Более того, я бы хотела подчеркнуть, что Конституция у нас устанавливает обязательность среднего образования. То есть каждый гражданин нашей республики обязан получить среднее образование. И, естественно, эта обязанность возлагается на родителей и законных представителей ребенка. И невыполнение этих обязанностей, конечно же, будет влечить за собой определенные последствия. Более того, государство гарантирует бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Если же родители по каким-либо причинам не хотят, чтобы ребенок не ходил в организацию образования без религиозной атрибутики, то есть у нас возможность получить среднее образование в других учебных заведениях. Как я сказала, это допускается законом о религиозной деятельности в религиозных объединениях, где воспитанники могут носить, скажем, медресе, там тоже среднее образование получают дети, могут носить религиозную одежду. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Спасибо. 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 Пожалуйста, в правовой части. Зарыш Хамитин. Здесь несколько правовые вопросы. Это, скорее всего, больше касается нравственности и морали. Конечно, есть еще и другая сторона этого вопроса, когда мы говорим об ответственности родителей за воспитание этого ребенка. Воспитание, включая в себе в том числе и создание надлежащих условий для получения образования ребенком. Тем более, как я сказала, государство требует в обязательном порядке получения среднего образования каждым гражданином. Но, с другой стороны, Конституция у нас говорит о том, что достоинство человека неприкосновенно. Поэтому, естественно, такое отношение в школах к ребенку, который пришел с религиозной атрибутикой. Мы не имеем права унижать достоинство этого ребенка. Естественно, когда он растет в религиозной семье, где его воспитывают и каждый день вливают определенные какие-то моральные, нравственные ценности, исходя из своих религиозных убеждений, я имею в виду родителей и законных представителей, ребенок может почувствовать себя униженным, если насильно его отправить обратно, либо насильно заставлять будут снимать эту религиозную атрибутику. Я думаю, совершенно правомерное поведение со стороны учителей, что это решается путем приглашения родителей. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Я отвечу на вопрос о том, что мы о том, что мы хотим. 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 сказать о том, что установленная законодательством форма одежды касается не только хиджабов, это касается любой другой религиозной атрибутики, либо другой иной атрибутики любой субкультуры. Есть установленные требования, которые обязаны соблюдать все. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Козинформ. Скажите, пожалуйста, каким образом утверждается вид школьной формы? Кто ее утверждает и кто определяет ее соответствие? Спасибо за вопрос. Мы единственное утвердили только тип, какая должна быть одежда, парадная, чтобы ребенка не стесняла в одежде, перечислили, что именно должно быть. Все остальное, фасон, какой будет цвет, какая будет фирма шить эту одежду, это все только согласие родительских комитетов, самих родителей, учеников и администрации школы. Поэтому давление в выбор, это ни министерство образования, ни департаменты образования на местах, они не могут вам диктовать. Только родители сами вместе с детьми могут выбрать. Единственное, когда на общешкольном согрании выбирается единая форма, только после этого родители идут и покупают эту школьную форму и уже согласно уставу действует то, что ребенок должен прийти в школьной форме. Действует этот устав. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Спасибо. Спасибо.